Всем привет! Меня зовут Юлия Федорова и вы смотрите наш видеоблог о здоровом образе жизни, здоровом питании и фитнесе. Сегодня мы попробуем приготовить сладкое для детей. Не вредное сладкое. Многие родители считают, что купив ребенку чупа-чупс или дав шоколадные конфеты, они как бы ничем не рискуют. На мой взгляд, лучше давать личного производства конфеты, где вы будете уверены, что никаких дополнительных вредных веществ никто в них не положил. Сегодня мы приготовим детский стол. Сладкое. Это будут печеные яблоки с орешками и черносливом. И конфеты. Сегодня для производства конфет в домашних условиях нам понадобятся разные виды сухофруктов. Курага, чернослив, разные виды изюма, кунжутные семечки, мед, кокосовая стружка, орешки, какао-порошок. Конечно же, яблочки, которые мы исключаем. Сначала мы очищаем наши яблоки от шкурки, затем режем их. Наполовину делаем уложение, в которое мы впоследствии положим орешек с изюмом. И очищаем от внутренней части. Предварительно мы ставим в духовку, чтобы она разогревалась. Включаем ее примерно на 185 градусов. После того, как мы очистили наши яблоки от кожуры и серединки, мы выкладываем их в противень. Предварительно застелим его пергаментной бумаги, чтобы наши яблоки не пригорели. Дальше, на ваш вкус, вы можете в качестве серединки добавить туда курагу, орешки, чернослив, изюм. Все, что пожелает ваша душа и что любят ваши детки. Кстати, это прекрасный десерт для взрослого душа. Если у вас кислый сорт яблок, вы можете немножко присыпать их фруктозой, слегка. Это добавит сладости и немножко будет корочка вкусная сладенькая. А если ваш ребенок просто обожает сладкого, то без фруктозы вы никак не боитесь. Ну что, пока готовятся наши яблочки, займемся на это. Для этого нам понадобится блендер и составляющая для кублета. Для начала мы перемелем орешки. Та же участь ждет весь имеющийся кубок. Все ингредиенты для наших конфет готовы. Они выглядят примерно вот так. Вязка и липка. Сейчас мы начнем их смешивать и лепить конфеты. Например, чернослив. Смешаем с орешками. Может, выглядит это не очень красиво, но на вкус будет обалденно. Все мы помним чернослив с орешком внутри, в шоколаде. Вот у нас получилась такая первая конфетка. Чернослив с орешками. Мы можем ее обвалять в какао-порошке. Очень похоже на трюфель, правда? Ваши конфетки могут быть абсолютно разной формы. В виде кружочков, звездочек, квадратиков. Мы можем смешать изюм с черносливом. Все это у нас достаточно липкое. У нас получится гигантская конфета. Можно разделить ее на две части. Можно вообще не делить. Изюм у нас достаточно сочный. Мы предварительно замачивали изюм в воде. Сейчас мы для разнообразия обмакнем нашу конфету в кокосовую стружку. Это будет выглядеть примерно так. Курага. Что можно сделать с курагой? Курага у нас достаточно кисленькая. Поэтому мы можем добавить сюда немного меда. Черного. И из этого всего слепить конфеты. А в результате обмакнем в кунжутные семечки для разнообразия. Уля! Наши конфеты детские и взрослые готовы. Теперь мы отправляем их в холодильник, чтобы они стали чуть-чуть плюже. С вами была Юлия Федорова. Сегодня мы готовили вкусные, полезные сладости из сухофруктов. Это быстрый углевод. Смотрите нас. Подписывайтесь на наш видеоканал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!